Новые доильные залы, галереи и производственные площадки. В больших ключищах Ульяновского района приступают к реконструкции животноводческого комплекса сельхозкооператива «Красная звезда». Проект инвестиционный соглашение уже подписали руководитель предприятия и Министерство агропромышленного комплекса. Животноводческий комплекс селя существует с 1936 года, причем имеет статус племенного завода крупного рогатого скота молочного направления. В хозяйстве больше полутора тысяч голов. За прошлый год надой молока составил 6 тысяч тонн. Занимаются кооператоры и земледелием. На первом этапе инвестпроекта планируют построить склады хранения, установить новые электронные весы и создать систему орошения вдоль поймы свияги, чтобы выращивать овощи. Вторым этапом развития нашего проекта – это все действия, относящиеся к животноводству. Реконструкция, возведение нового доильного зала, что поведет за собой реконструкцию коровников, телятников. Все работы закончат до конца 2023 года. До этого времени планируют увеличить поголовье до трех тысяч, построить корпуса для содержания коров и доильный зал. Сейчас на предприятии трудится 48 человек, а после реконструкции трудоустроиться смогут еще 50. Объем инвестиций – 500 миллионов рублей. Это не единственный аграрный инвестпроект в регионе. Увеличить надои молока – одна из целей и фермеров, и профильного ведомства. Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Мулянова из Цельнинского района уже работает новенькая молочная ферма на 200 голов. В 2016 году я получил семейный грант на постройку молочной товарной фермы. На сегодняшний день мы находимся на ней. Спасибо правительству Ульяновской области. Фермер выращивает бестужевских коров. Порода была выведена у нас, в Симбирской губернии. Кроме буренок, на ферме обитают овцы и лошади. На достигнутом Мулянов останавливаться не собирается в планах увеличения поголовья. В целом, валовый надой молока в ульяновских хозяйствах за прошлый год составил почти 230 тысяч тонн. Выросли и налоги от отрасли. В 2020-м фермеры принесли в бюджет региона 89 миллионов рублей. Это больше 2019 года на 28 миллионов рублей или на 29 процентов.